Приветствую дорогие телезрители! Сегодня у нас достаточно коротенькое видео, всего лишь на 7 минут, потому что нет возможности на самом деле монтировать это как-то на основном компьютере и получается у нас опять монтаж на коленке. Впереди мы видим с вами пересечение СБВ с Киевским шоссе, налево у нас получается это Москва направо в сторону аэропорта Внуково, а левее виднеются такие высокие достаточно здания, это у нас рядом с поселением Картмазово построен такой вот огромный район. К сожалению дальность Mavic 2 Pro с моим пультом недостаточная, поэтому долететь прям до конца не удалось, но думаю в принципе в этом нет необходимости, поэтому вполне думаю достаточно, да, вот он чуть-чуть подзаедает, потому что связь прям совсем-совсем терялась. Вот, и собственно, думаю для представления вполне будет достаточно. Знаете, не знаю, когда там вроде говорили, что на конец 2023 года, может быть конечно так оно и есть, но судя по темпу работ, да, и опять же как у нас все говорят, о, мачное освещение поставлено, установлено, асфальтобетон уложен, значит все, можно уже запускать. Справа локальные очистные сооружения, потому что у нас здесь бикетов ручей, по-моему протекает где-то вот здесь, вот, если повезет, может быть даже поедем в этом году до участка, до трассы М1, потому что нам в принципе все до Мичуринца готово. Ну да не важно, мы смотрим с вами по факту, что у нас произошло за, там, несколько месяцев с момента последнего нашего здесь полета. Да, асфальтобетон уложен, разделительный газон здесь также присутствует, по причине того, что скоростного трамвая у нас здесь не будет, и проект подземно-почковного перехода также у нас не стали менять, он такой вот странный, в лесу, хотя здесь тоже планируется на самом деле в перспективе развязка, то есть, если многие думают, что вот Ульяновский лес, он покоцан, скажем так, только здесь, нет, здесь еще планируется куча развязок, это тоже можно будет посмотреть на форме Ruots.ru, я ссылку, правда, оставлю в описании только к этому участку, но, тем не менее, там есть схемы прямо всех участков, и видно, что посередине тоже есть выходы на раздельный газон. Вдруг когда-нибудь кто-то решится построить трамвай, ну а вдруг, ну почему нет, поэтому не будем с вами разочаровываться, как бы, да, вдруг все оно случится, хотя работа придется достаточно прилично сделать. Почему невозможно сделать, как вот я так уверенно говорю, потому что в сторону Кумунарки задел под трамвайную линию, на самом деле, стали, ну использовали для продления законченческой линии, то есть, в принципе, ее искусственно туда продлили, она должна была заканчиваться в Соларьево, и от Соларьево должен был идти трамвай, в итоге у нас метро идет аж вот до Кумунарки, и дальше потянется, чуть ли не там, не до Бутова доберется, но, опять же, трасса у нас СБВС, сокращение Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе, но оно когда-то называлось Видное, в итоге дорога закончена в Варшавском шоссе, продолжает строиться, сейчас у нас действующий основной участок от Калужского шоссе до Киевского шоссе, и вот надеемся, что скоро мы поедем до Боровского шоссе и далее до Минки, до трассы М1 Беларусь. Вот еще один спешевой переход, здесь уже никаких выходов посередине нету, здесь уже, как бы, проект скорректирован, но, возможно, скоро трамвай здесь просто не будет делать остановку, поэтому, в принципе, все логично и все реально. И вот, очень интересующий нас момент, мы приближаемся с вами к району Рассказовка и к Боровскому шоссе, видно, что там, где, по идее, должен идти трамвай, у нас активно высаживают деревья, думаю, что они здесь так и останутся, приживутся, все будет классно. И интересовал, конечно, как там дела с развязкой. Я специально сейчас заострю внимание на повороте, то есть у нас, видите, будет съезд в сторону центра на Боровское шоссе, прямо именно отдельно такой съезд. И дальше дорога пойдет у нас эстакадой через Боровское шоссе и далее в сторону платформы Мичуринец, в Луковское шоссе и далее на трассу М1 через... Ну, на самом деле, там даже, кстати, автобус уже ездит, да, до платформы Мичуринец, а обычной машины пока нельзя, вот я, да, посмотрел, ну, повернул. Здесь у нас еще вот такой деревце, походил, останется. Буровые установки у нас продолжают, то есть освободилась территория, продолжают делать основания под подпорную стенку, или, возможно, уже под опоры, которые пойдут, непонятно пока. То есть дальше под подпорную стенку пойдут, либо уже нет, здесь уже опоры пойдут, потому что дорога здесь будет. И накинутые пролеты, которые не были накинуты в прошлый раз, ну, и как минимум мы видим, что производится постепенно опалубка и изымоналичивание дорожной претензии. Здесь у нас будет всего лишь две полосы, различные съезды на Боровское шоссе. Вот здесь мы заканчиваем, потому что дальше у нас готовый участок, его в принципе можно посмотреть в предыдущем видео, и поэтому я думаю, что здесь ничего такого особого интересного и нет. Да, у нас здесь сужение Боровского шоссе, но здесь у нас трафик не такой большой. Ближайший пробк у нас будет только около ближайшей станции метро в сторону центра. Здесь такой вот вид на дорогу, которая у нас резко уходит в сторону Киевского шоссе. На самом деле официально можно называть эту дорогу дублером КАД. На самом деле так оно и есть, потому что часть трафика, да, она снимет тем, кому нужно там с лесного городка, например, или с Боровского шоссе, да, с Солнцева, уехать в Бутово, не обязательно выезжать на КАД. Это действительно достаточно хорошо разгрузить. И трасса эта будет бесплатная, в отличие от той дороги, которая у нас будет строиться на севере. Это платная Осташковское шоссе, так называемая от Афанасово и до Ярославского шоссе. И она, конечно, там совсем не тех размеров, не тех масштабов. Вот давайте посмотрим, как у нас будет обустроен съезд. Здесь будет съезд, уходящий на дублер и уходить в дублер Боровского шоссе. Сейчас немножко развернемся, посмотрим на заправку лукойла. Я так понимаю, что сносить, убирать ее куда-то здесь не будут. Вроде она как особо не мешается. И полетим с вами обратно. В принципе, такой небольшой, короткий участок. Зато, мне кажется, что мы понимаем и видим состояние готовности на сегодняшний день. По мне, так все говорят, на 45%, я думаю, что на 60% готово. Если вдруг все повезет, звезды сойдутся, то до конца года, может быть, поедем. Нет, ну, значит, нам обещали конец 2023-го, ну, почему бы и нет. Хотя готовность, смотрю, достаточно высокая. Может быть, это круто-рабочее движение, а уже приемка будет чуть позже. Такое тоже бывает. И я с вами прощаюсь. Напоследок такая вот небольшая вставка лесная. Естественно, там впереди я. Это проверка слежения, не потеряет для меня дрон за ветками деревьев. Я желаю хорошего настроения. Не поддавайтесь на провокации ничьим. А то, я смотрю, многие тут пишут под предыдущим видео. Будьте... Улыбайтесь, как говорится, да, всех... Это всех раздражает. Будьте позитивнее. С вами был Кошмар. До новых видео. Всего доброго. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok